В Восточном Казахстане врачи подробно объяснили, как вести себя сразу после вакцинации. Медик рекомендует пациентам в течение нескольких дней воздержаться от активной деятельности на улице и занятий спортом. Наш корреспондент Дмитрий Курюкович выяснил, какие еще требования нужно выполнить, чтобы прививка была более эффективной. Смотрим. Желающих получить вакцину с каждым днем все больше. Узкаменногорцы буквально оккупировали прививочные пункты. Организм каждого человека на инъекцию реагирует по-своему. Но медики советуют вакцинированным выполнить хотя бы несколько правил, которые помогут каждому. Нельзя перегревать место инъекции. Естественно, инсоляция повышенная и физиопроцедуры тоже противопоказаны. Нельзя употреблять первые три дня алкоголь и повышенную физическую нагрузку нельзя принимать на организм. Сейчас идет вакцинация российским препаратом «Спутник Ви». Многие посетители сказали, что перед процедурой они внимательно изучили в интернете действия лекарства. Впрочем, абсолютное большинство доверяет всем вакцинам, которые предлагают в пунктах. Для здоровья надо вакцинироваться по-любому, потому что это страшная болезнь ковид. Я считаю, это нужно прививаться. Страха вообще-то у меня нету никакого. Ну, ради здоровья своей семьи и здоровья всех людей. Так что надо, не бойтесь, вакцинируйтесь. Для удобства посетителей и разгрузки очередей в поликлиниках упростили систему предварительного осмотра. За день только один пункт вакцинации посещает около 500 человек. Чтобы получить вакцину, много времени не требуется. Ну, вот у меня на это ушло примерно 5 минут. Сейчас мне мерят давление, и это будет уже конечным результатом. Можно ли мне получить вакцину или нет? 120 на 8 удаления, это нормальное удаление. Все, то есть мне можно уже на вакцинированный пункт. Медики разоблачили еще один миф по поводу ослабленного иммунитета усть-каменогорцев. Многие горожане считают, что организм и так на пределе из-за плохой экологии. А тут еще один удар в виде вакцины. Экологическая ситуация в принципе не должна влиять на иммунитет. Наоборот, вакцины направлены для того, чтобы создать иммунную просвойку организма, население, чтобы мы могли победить, наконец, ковид. Несмотря на столпотворение и ажиотаж в прививочных пунктах, статистика по числу вакцинированных в Восточном Казахстане пока далека от идеальной. На данный момент число привитых двумя дозами препарата составляет 130 тысяч человек. Это примерно одна десятая часть всего населения области. Дмитрий Крюкович, Илдос Жупанов, Атамикен Бизнес, Усть-Каменогорск.